Итак, для этого дела нам потребуется металлический прут, старый обрезок диска на болгарку по бетону, можно взять по дереву, возможно даже лучше будет, он более тонкий и легкий, а также брусок ДВП, который нам потом больше не пригодится, можно без нее, обойдемся одним бруском. Вырезаем примерно наш диаметр будущей ложки, я взял это за основу обычную небольшую баночку стеклянную. Нужно пропилить в шпильке продольное отверстие, чтобы соответственно вставить наша окружность ровно посредине. Забиваем наш будущий нож и провариваем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А после зачищаем, формируем кромку и начинаем пробовать высверливать отверстие для того, чтобы оно стало ответной частью этой шпильки. И получается так, что наше ДВП больше не пригодится, так как оно довольно высоковато, и я ее убрал, прикрутив просто брусок к столу. Использовать брусок проще всего, потому что ты можешь сверлить отверстие где угодно, по высоте и по длине, поэтому гораздо удобнее и проще, чем делать целую заготовку, которая не будет иметь столько регулировок. Еще брусок проще тем, что ты его можешь выкинуть и взять новый брусок. Вообще огонь. И начнем пробовать с сосны. Я пару раз перетачивал, получается, этот наш нож, но все-таки первоисточники было немного не так, поэтому приходилось подтачивать. Но, тем не менее, он более-менее выбрал. И дальше также по всем остальным породам дерева. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее обводим наши ложки и вырезаем лобзиком. Естественно, бруски получились толстые. Иначе хотел на циркулярке распилить, но потом понял, что затея довольно стрёмная, как бы, ну, можно отпилить еще и пальцы себе. Поэтому решил ручной ножовкой, как бы, 10 минут геморро, зато все идеально ровно и пальцы целы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И далее в ход вступает наша предыдущая подделка. Это шлифовальный круг, точнее, шлифовальный станок из болгарки, на котором я вывел все три ложки. И вообще все замечательно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Внутреннюю часть пытаюсь зачистить насадками на бормашинку, большими шлифовальными насадочками. Но, тем не менее, как бы, из-за того, что резшая кромка неправильно заточена, поэтому на березе и на сосне получились небольшие задиры. Возможно, я взял просто не по тому направлению, врезать начал древесины, но, тем не менее. А вот дуб получился четко вообще. Он был очень сухой и, как бы, довольно старый. Далее зашкуриваем все, вплоть до 600 наждачки и обливаем соль и льняным маслом. И вот такая красота получается. Есть, конечно, из них не особо будет прикольно, но, тем не менее, как первый блин, который, ну, не особо комом, это довольно интересная тема. Первоисточники, в котором я его взял, человек его затачивал якобы как перо по дереву, то есть с гранями под 90 градусов, то есть нет, нет спусков, как у ножа. Но у меня не получилось выбирать древесину, поэтому пришлось заточить какие-то спуски на нем. Ну, и с горем пополам у меня более-менее получилось выбрать древесину. Я думаю, что это нужно просто доработать, взять, может быть, другой материал. Я взял диск по бетону старый, большой, с 300-й болгарки, 240-й. А в первоисточнике человек брал мехпилу. Но, тем не менее, к примеру, дубовая дощечка получилась клево, дуб очень клево выбирался, а вот с березой получились проблемы, и получились, ну, несколько срывов, заусенцев. Как бы она глубоко получилась, но все равно несколько срывов, заусенцев, поэтому, как бы, пришлось, типа, доукрасить, там, вот такими, типа, а-ля каменный век. Ну, так вот. Такая же, кстати, беда получилась с сосновой. Ну, сосна, это вообще просто бредовая идея была. Естественно, никто из нее не будет есть. Учитывая, кстати, что у нее есть два отверстия, это, возможно, от гвоздей, так как этот кусок сосны, видимо, ему уже кирдык, этот кусок сосны был взят с палета, по-моему. Опять же, данная вещица собирается буквально на коленке, как и мой, типа, гриндер из болгарки. Также на брусочке все это, также через брусочек. И, кстати, вывел и все зачистил я на том моем заточном станке на болгарку. И, как бы, ничего не сломалось, ничего не отлетело, никуда меня не убило, не ударило, как многие писали. Но, тем не менее, не знаю, вот, дубовая мне очень нравится. После того, как обработал ее льняным маслицем, она вообще очень красивая. Вообще, дуб очень красивое дерево по своей фактуре. И подпишитесь на канал, естественно, чтобы не пропустить другие видео. Они постоянно выходят два раза в неделю, во вторник и в пятницу. Но время я то, что выбираю, соответственно, по загруженности. Спасибо большое за просмотр. Пока!